Библейский портал экзегет.ру представляет 35-я глава книги Иисуса Сына Сирахова для библейского портала экзегет, я считаю, сенатальный перевод. Тема — это главы «Человек перед Богом». Ну, продолжение предыдущей, там много об этом было. И Иисус Сына Сирахова такой немножко занудный, но очень глубокий мыслитель и педагог. Он наставляет своего такого условного сына. Понятно, что это не одному и не двум, но это многим наставление. И говорит о практических правилах, а в 34-м вдруг в конце, в общем-то, книги, ну, не в самом, но уже ближе к концу, начинает говорить об отношениях человека и Бога. Странно, правда? То есть не опоздал ли он? Не надо ли было раньше об этом, обо всем сказать? Нет, не опоздал, потому что вот какие-то простые житейские правила, они подводят человека во многом к главному вопросу, кто он перед Богом. Кто соблюдает закон, тот умножает приношение, имеет в виду жертвоприношение. Кто держится заповеди, тот приносит жертву спасения. Жертва спасения — такая фраза, немножко как будто из Псалтирии, немножко как будто из Нового Завета, то есть жертва, которая приближает человека к спасению. Да, в Новом Завете появится, особенно у Павла, вот это учение о том, что мы не спасаемся жертвоприношениями, что мы спасаемся той жертвой, которая принесена на Голгофе, но в Ветхом Завете-то еще все-таки оно, вот это вот жертвоприношение. Кто воздает благодарность, тот приносит семидал, некое благовоние, а подающий милостыню приносит жертву хвалы. То есть, смотрите, подавать милостыню — то же самое, что приносит ценное благовоние на жертвенник. Вот у пророков мы это встречали очень много и часто, что милосердие, социальная справедливость, отношение с ближними — это форма эффективной молитвы Богу, более эффективной, чем пустое соблюдение ритуалов. Благоугождение Господу — отступление от зла и умилостивление его, уклонение от неправды. То есть, как мне угодить к Богу? Наверное, пойти помолиться в храм, наверное, принести жертву. Ну, это, конечно, хорошо, говорит Сирах, но главное — это не делать зла и, наоборот, делать милостыню. Не являйся предлицо Господа с пустыми руками, ибо все это по заповеди. С пустыми руками, ну как, у них главная форма храмового действия, ритуала — это жертвоприношение, но и человек пришел к жертвеннику вот просто так посмотреть. Бессмысленно, даже несколько оскорбительно, да? А получается, что как раз вот жизнь его есть главный дар, да? Являясь с пустыми руками, значит, не приходи вот, живя как попало к Богу. Приношение праведного тучняет алтарь и благоухание его перед Всевышним. Жертва праведного мужа благоприятна, и память о ней незабвенно будет. Ну вот, праведник приносит жертву. Это все очень угодно Богу, и хорошо, и красиво. «С веселым оком прославляй Господа и не умоляй начатков трудов твоих». Какой прекрасный стих «с веселым оком». То есть, как и в Евангелии будут вот эти фарисеи, которые постятся такие лицемерно мрачные, а здесь, ну, с Богом же хорошо. Радуйся, не умоляй начатков трудов твоих. С одной стороны, конечно, имеется в виду начатки, это то, что приносится первая гроздь винограда, первый сноп пшеницы, ну, то, что вот от нового урожая. Но можно это, наверное, понять, поскольку здесь очень много о делах, да, и дела, в общем-то, уподобляются жертвам, что то, что ты делаешь для Бога, не умоляя этого. Вот, может быть, это похоже на евангельскую притчу о талантах, да, когда человек, который скрыл полученный талант, он получил осуждение от господина, да. То есть, как бы, ой, у меня тут чуть-чуть, я лучше поберегу, да. А люди, которые готовы этим рисковать, назовем даже это так, для того, чтобы получить большую прибыль, получили одобрение господину. Мне кажется, это связано, да, вот умолять начатки, ну, допустим, не грозит винограду, а одну ягодку принести. Или сказать, ну, я там ничего не сделал для Бога, это все не важно. Обесценивание называют современные психологи. Не обесценивай собственного труда. При всяком даре, имея лицо веселое, в радости посвящай десятину. Мы в радости платим налоги. Я нет. А десятина — это налог Богу. Но она, опять-таки, форма отношений с Богом, они просто, ну, приходится отдать столько-то процентов там разных налогов. Их довольно много у нас. «Давай Всевышнему подаянию его и свисылым оком по мере приобретения рукою твоей». То есть десятина — это строго определенная десятая доля от всего урожая, от того, что скот родился новый, или там, я не знаю, деньги получены торговлей. А, ну, налог на прибыль, да, с современным языком говоря, на любую. А здесь вот он тебе дает, а ты ему давай. Потому что жертвы — это форма отношений с Богом еще и еще раз, а не форма отчетности перед ним заполученная. Поэтому ты приобретаешь, так с радостью поделись, отдай ему. «Ибо Господь есть воздаятель и воздаст тебе все мира. Не уменьшай даров, ибо он не примет их, и не надейся на неправедную жертву». Неправедная жертва уже выше говорилось в 34-й главе, что это жертва от угнетения. Обманул ближнего, а Богу пожертвовал копеечку, да, с этого рубля, на который обманул. «Ибо Господь есть судья, и нет у него лицеприятия». Лицеприятие, то есть пристрастности, значит, он... Ну как, в суд приходит богач и бедняк, знатный и простолюдин. Конечно, судья, надеясь на покровительство знатного, надеясь на помощь богача, его сторону примет. А Бог не так. «Он не уважит лица пред бедным и молитву обиженного услышит». Значит, твоего высокого положения он не предпочтет бедняку, но услышит молитву обиженного. «Он не презрит моления сироты, ни вдовы, когда она будет изливать прошение свое». Вечная проблема, да, бедные и нищие люди, они впустую жалуются начальникам, потому что начальники слушают только богачей, которые им занесут или которые их там продвинут по службе. А сирота и вдова, кто эти сирота и вдова? Никто. А для Бога наоборот. «Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не влюбьет ли она против того, кто вынуждает их?» «Не слезы ли вдовы, простите, льются по щекам, и не влюбьет ли она против того, кто вынуждает их?» Значит, кто отнимает последнее у нее? Причем даже не сказано незаконно, можно же и законно отнять проценты там по кредиту. «Служащий Богу будет принят с благоволением, и молитва его дойдет до облаков». Вдруг, да? Вот про это милосердие, про справедливость, про необходимость помогать бедным. А это тоже форма служения Богу. «Молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу, и не отступит, доколе Всевышний не призрит и не рассудит справедливо и не преднесет решения. И Господь не замедлит и не потерпит, доколе не сокрушит чресл немилосердных». А настойчивость и в молитве. «Смиренный не утешится, доколе молитва не дойдет до Бога, а Бог к такой молитве в свою очередь прислушается». Вот вечный вопрос, вечный. Мы молимся, но не всегда Бог нас слышит, не всегда выполняет то, что мы хотим. Иногда, знаете, выполняет так, что потом сам не порадуешься. Как многие перед началом эпидемии ковида, коронавируса говорили, «Ой, вот я что-то дома мало бываю». Многие дети говорили, «В школу бы нам не ходить». Ну и получили, но не очень порадовались этому. Это, конечно, была не всегда молитва, но всегда желание. Но вроде бы не хочется, чтобы Бог любую молитву автоматически удовлетворял, чтобы он был добрым стариком-хатабычем, который магическим образом дает любому человеку все, что тут попросит. Было бы довольно страшно жить в мире, где люди так способны сделать. Но где вот тот ключ? Какой ключ открывает эту дверь? Молитва смиренного. И он не утешится, доколе она не приблизится. То есть смирение человека, когда он ощущает себя ниже остальных, и по-настоящему ощущает, они изображают. И с другой стороны, его настойчивость. Не то, что попробовал, а, ну ладно, тоже как дети капризные. Хочу, 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 а через минуту уже забыл. На самом деле не хочет. Просто вот все время привык требовать. И люди некоторые так с Богом разговаривают. А вот когда он не утешится, когда это из глубины отчаяния, из глубины какой-то настоящей нужды, вот тогда это доходит. Серьезный критерий. То есть Бог слышит тех, кому плохо, и кто себя при этом не считает лучше других. Поэтому довольно мало кого, на самом деле. Ну, я, может быть, свою оценку даю. Но Господь не замедлит и не потерпит, доколе не сокрушит чрезвыни милосердых. То есть, но зато тогда уж эта молитва, мне отмщение, аз воздам, да, знаменитая фраза из Пятикнижия, но тогда уж это действительно отмщение приходит. И тут же, вот это, казалось бы, про личную жизнь. И тут же про Израиль, про весь народ. Он будет воздавать отмщение и народам, доколе не истребит сонно притеснителей, не сокрушит скипетров неправедных, доколе не воздаст человеку по делам его, из-за дела людей по намерениям их. Да, доколе не совершит суда над народом своим и не обрадует их своей милостью. Благовременна милость во время скорби, как дождевые облака во время засухи. И вы, израильтяне, вас притесняют. Сираджа пишет это уже вот такое время, когда Израиль, в общем-то, не государство, а провинция. Ну, государство, конечно, там есть свои цари Маковии. Мы не знаем точно, когда, но, может быть, после Маковийского, восстания, может быть, и до него, да, тогда они еще не пришли к власти, а Хасмонейская династия после Маковийского восстания не пришли к власти, а это лишь часть сиревкидской державы. Нет, не очень важно. Вот маленький народ на окраинах, да, который чувствует себя таким вот притесненным, который не на первых местах. А вот у него есть способ молиться, и тогда его рассудят. Рассудят мы обычно так это понимаем, что накажут плохих, да, но одновременно, значит, наградят всех, кто был унижен, обижен, вернут права тем, кто их лишен. Вот рецепт, да. Вас лишили прав. Часто бывает. Всевышний не замедлит и не потерпит, если молитва смиренного непрестанно, доколе он не утешится. Ну, а раз Сера говорит о молитве, не пора ли ему самому помолиться? В 36 главе он это сделает. Продолжение следует...